Что-то у меня как-то с этим, да, такой, и я такой, и у меня уже, знаешь, так четко установка, что действительно мы сегодня говорим о... Ага, я говорю, да, с чего у тебя началось, я уже, видишь, с тобой вступил во взаимодействие, давайте 25, да, и пойдем к 20. Да здесь против Тани, это с тобой, как о рейтинге. Но все равно то же самое, это же здоровье. Да, хорошо. Я вас записывала. Ну, хорошо, но все-таки, да, у нас сегодня практическое занятие, которое называется стоп-возраст. И стоп-возраст это о чем вообще? Не о том, что мы сейчас остановим вот возраст, да, здесь и куда-то его не отпустим, а совсем о другом. Я когда-то давным-давно, где-то в каком-то году, чуть-чуть очень как-то давно, учась в университете и, по-моему, даже начиная еще с последних классов школы. Я прочитал книгу Леви, психолог такой, по-моему, сейчас он тоже еще есть. И он написал о том, что, собственно говоря, у нас есть некая реальность, которую мы видим, и мы начинаем строить шаблоны под эту реальность. Мы знаем, что человек в среднем живет там, ну сколько, ну 80 лет, да, и все, и мы начинаем под это уже с детства подстраиваться. Меня настолько впечатлило вот это вот его откровение для меня было, что я подумал, а почему 80, правда, а если взять в два раза больше? И я начал эту установку внедрять в себя, я начал ходить и говорить всем, я собираюсь жить 150 лет, не собираюсь, я буду жить 150 лет. Все надо мной смеялись, меня это немножко так смущало, но я сразу же вспоминал, как я вот там прочитал, словил вот это вот его вот это вот состояние, которое он передавал. И я четко так вот, прям вот поверил, я буду жить 150, и в какой-то момент я отследил, что я стал спокойно говорить, мне вообще было без разницы, смеются, не смеются. Я жил вот в этой уже концепции, я буду жить 150 лет, и это запросто. В какой-то момент я увидел в журнале в каком-то, что когда жив еще был Майкл Джексон, а он написал, что он собирается жить 150 лет. И у меня возникла такая идея, я думаю, классно, вот у него там какие-то барокамеры, еще что-то, а у меня свои методики. И думаю, а что если вот нам с ним заключить пари, и кто переживет, тому переходит... На свет свой Майкл. Да, 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 того, кто пережил. Потом я такой подумал, ну меня остановило, знаешь что, я подумал, ну ладно, хорошо, если я переживу, мне-то сколько надо знать. А если он переживет, что он от меня будет, ну там, сколько там, 42 квадратных метра у меня там дом, на тот момент там машина была, и еще там, что Майкл Джексон вообще это надо, не надо. Но я правда попытался найти в журналах его там как-то адрес, как-то выйти, в общем не сложилось. Видимо, во мне не было. У него не сложилось, у него не сложилось. Да, у меня не сложилось, а потом, когда вот все так получилось, я думаю, эх, Саша, что же ты, была же хорошая идея. А сейчас я смотрю, вот это появилось направление биохакинг, и там уже даже с точки зрения ученых и следователей спокойно говорят, что человек может запросто, легко, без напряга жить 150 лет. И я думаю, наверное, уже надо вот этот срок увеличивать как-то вот, маловато, наверное, 150, если уже все говорят. То есть вот мы уже сдвинули вот эту концепцию, которая была у нас внедрена. Так вот, когда, это еще не про возраст, это еще только вступление. Когда я начал вот это говорить про 150 лет, некоторые мне аргументировали то, что они не хотят такой возраст жить. Почему? Они говорили, да, это классно жить 150 лет, но я не хочу там трястись, сидеть там и быть каким-то там немощным. Я так не хочу. И у меня тогда включилось, а я ведь тоже не об этом. Я предполагал 150 лет активной жизни. То есть вот как раз стоп-возраст, это говорит не об остановке количества лет, а о увеличении активности и здоровости относительно вот того, когда человек переходит в какое-то состояние болезни, и он в нее входит в состояние, он говорит, ну все, я уже, все уже по-другому быть не может. И он начинает увеличивать вот это. Так вот, мы сегодня будем говорить о тех помощниках, которые есть в нашем организме. Помощниках, которые увеличивают вот этот отрезок времени, когда мы можем быть активными, бодрыми, жизнеспособными. В нас когда бьет вот эта вот энергия, не так, что вот все, у нас ее нет, и мы так, где бы, где бы, с кого бы, где бы, почему бы скачать бы эту энергию. А именно об этом. И в нашем организме заложено изначально с рождения, ну, я такая еще интригу как будто бы, как будто стараюсь держать, да, у нас есть такие помощники, они заложены в нашем организме. На самом деле все элементарно просто. Это железы внутренней секреции, которые у нас есть. Но не все. А определенные, возможно, мы еще не раскрыли в других качествах, в других органах. Но вот те, которые я знаю, которые я уже попробовал на себе, и которые реально словил практически, что они работают, вот об этом сегодня. А что мы можем делать? То есть, вот смотрите, у нас есть помощники, да, у нас есть телесно-ориентированные техники. И это две великие силы. Если мы помощникам, да, помощники уже и так нам помогают быть бодрыми, здоровыми, а мы еще, если туда добавляем телесных техник, то это получается гремучая такая смесь. И можно, наверное, не 150, а уже так, еще на 150 загадывать. Наша задача взять вот эти основные железы и, воздействуя на них по определенному алгоритму, активировать в них два начала. Первое начало. Смотрите, оказывается, когда ученые начали изучать эти железы, оказалось, что в первую половину, даже не в первую половину, а в детстве, некоторые железы активно работают, а потом они начинают перерождаться в жировую ткань. То есть, они перестают давать ту функцию, которую они изначально нам несут. И наша задача, что сделать? Первое, наша задача провести так называемое, не просто встряхивание этих желез, а некую такую работу очищения. А второе, дать новый приток энергии укрепить. Очищение и укрепление. Вот две задачи, которые мы через телесно-ориентированные техники можем дать нашим помощникам, а они уже включившись, будут давать нам возможность проживать свою жизнь радостно и здоровым телом. И поехали теперь. Пора этих помощников. Как-то помощники, вот мне это прям радует больше. Железы, железы, ну это что-то такое неживое, да? Железо какое-то. Даже железо, понимаешь, железо, ну ладно. Просто помощники это такое одушевленное что-то, помогающее. Да-да-да, я согласна. А железы это, опять же, да, я просто много читал различных исследований, да, то тот же тимус, если взять вилочковую железу, да, вот считается, она там до шести лет где-то функционирует, а потом она там становится жировой тканью. Ничего себе помощник, да. Получается, железа это нечто такое вот желеобразное такое, а помощник, ну это как-то вот так звучит. Но это об одном и том же все равно. Так, берем у нас вот эту фигуру тела, я сегодня ее без глаз как-то нарисовал. Спиной. Потому что, да, нужно было два важных, две важные железы вот здесь изобразить. Ну, а видите, первое, у нас будет три, алгоритм будет состоять из трех шагов. Первый шаг, нам нужно будет послать сигнал мозгу о том, что мы акцентируем его внимание именно на этом органе, на этой железе. И посылая сигнал, мозг дает тогда команду телу, что ага, нужно вот эту вот область активировать. Второе, мы пройдем, общий проход сделаем по всем железам, по всему телу, чтобы запустить, ну такое вот, общее поле, да. А потом точечно по каждому, каждому помощнику точечно поклонимся, поблагодарим его, почистим его. И дадим ему заряд, укрепляющий его для того, чтобы он нам помогал в нашем здоровье. Поэтому сигнал мозгу, общий проход и точечная проработка. Ну и для начала познакомимся с нашими помощниками. Все мы про них знаем, там, где мы там, первый раз, наверное, на анатомии, да, мы изучаем, изучаем же железы. Я вот, честно говоря, не помню, в школе мы изучали железы. Или органы только изучали. Сейчас изучаем. Ну, возможно, и мы тоже изучали, но благополучно о них забыли. Поэтому, как мы можем... Мы не изучаем, не знаю. Откуда тут название мы эти знаем? Название где-то слышали. Хорошо. Вот смотрите, тем более, да, у нас есть такие классные помощники, а мы даже о них и не знаем. Как мы можем им в чем-то помочь, как мы можем от них принять что-то. Поэтому давайте с ними сначала познакомимся. Глаза в глаза посмотрим. Ты уже начинаешь готовиться. Глаза в глаза смотри. Итак, первое. Пойдем сверху, но прорабатывать все-таки начнем с вами снизу. Пойдем сверху по значимости. Первый наш главный помощник называется эпифис, или шишковидная железа. Находится примерно вот так, где-то и вот так, и между пересечениями. Если продолжим, то мы найдем в центре головы... Курецкое седло там еще. Да, там... Сейчас. Если примерно... Нужно немножко... Как-то нарисовать вот так. Вот здесь вот этот вот... Да, получится у нас... Он где-то будет вот здесь. А гипофил будет где-то вот здесь. Ну, то есть... Что нарезу? Это срез... Это... Полушарие? Разрез. И в центре... Вот если мы по центру вот так... И вот так. Ну, вот я показал пальцами. Если отсюда, то отсюда, то на пересечении. А... Вопрос сразу встает, как мы будем прорабатывать шишковидную железу, да? Эпифис и гипофис. Две железы, которые находятся где-то там в сплетении неокортекса, лимбической системы. Как мы туда залезем? Но, в общем, мы туда все-таки пройдем. Как? Узнаем об этом чуть дальше. Дальше... Дальше... Или вилочковая железа. Тоже вот если посмотреть на самом деле на картинке, говорят, похоже на вилочку. Но очень условно похоже на вилочку. Потому что там такая вот форма... Какая-то вот примерно вот такая вот. Ну, вилочковая, в общем. Вилочка такая получается. И ее определить тоже легко. Если мы возьмем вот эту еремную ямку, положим под нее два пальца, то вот под двумя пальцами как раз начинается вот здесь вот тимус или вилочковая железа. И дальше надпочечники. Если положить руки на спину, то у нас под руками оказываются почки. А на почках, если мы посмотрим, заберемся туда и посмотрим на почках, как шапочки лежат такие вот надпочечники. Нас в данном случае интересуют не почки, а надпочечники. И у нас еще есть в районе под коленями, вот под этим примерно пальцем, находится точка долголетия. Такая секретная точка. Нету определения в анатомии какой-то там железы. Но воздействие на эту точку имеет место быть и имеет практическое значение для нашего тела. Все эти железы относятся к одной большой системе. И в эту систему входят еще дополнительные какие-то железы, которые для нас сейчас не настолько важны. Чем нам интересны вот эти железы? Они все направлены на то, что они как раз влияют тем или иным образом на наше здоровье. Даже по своим каким-то определениям защиты. Шиторидная железа как защита. Но если мы примерно определим для всех этих желез их качество, то качества будут такие. Они укрепляют наш иммунитет, уравновешивают баланс в организме. Ну, в общем, смысл перечисления вот этих различных составляющих будет чистой теорией. Мы будем сейчас лучше это делать и будем это направить. Смотрю, как это работает. Возможно, произойдет то, что мы сейчас начнем воздействовать сразу же. Вариантов результата может быть несколько. Первое. Мы сейчас сразу начнем делать и начнут происходить какие-то процессы, переосознавания, ощущения в теле. И это будет сразу первый всплывший на поверхность какой-то результат. Второй результат будет приходить волнами через какое-то время. Что-то начнет меняться. Ощущение в теле, опять же. Ощущение взаимодействия с миром. Ощущение своей головы начнет очень сильно меняться. Ощущение своей кожи начнет меняться. Начнет меняться восприятие тех или иных процессов. Например, процесс пробуждения. Какое интересное неотчение? Если мы продолжаем, какое-то продолжительное время продолжаем воздействовать на наши железы, то происходит такой процесс, что мы, просыпаясь, начинаем замечать за собой, что мы уже не переводим будильник там еще через 5 минут, еще там через 5 минут, еще. Открывание глаз происходит абсолютно другое. То есть, вот обычные какие-то такие вещи, на которые мы, как правило, не обращаем внимания, но я сейчас специально обращаю для вас на них внимание, потому что именно в этом будут видны первые перемены, что они реально пошли, что они есть. Потому что для того, чтобы продолжать обращать внимание на свои железы, нужно же почувствовать, есть какая-то практическая польза или нет. Так вот, из этих мелочей складывается то, что это работает. И, кроме же желез, мы с вами, чтобы вот это целостное было воздействие, мы все-таки с вами начнем не просто, да, я сказал, что второе будет общий проход. Общий проход мы начнем вот тут вот для такие забавной картинки. Я нарисовал и подумал, вот это похоже на стопу или не похоже на стопу? Да, нет, это происходит. Ты понимаешь, что это стопа, да? В организме у нас очень все так грамотно и закономерно устроено. И если мы, например, хотим туда заземлиться, хотел сказать, да, заземлиться ногами, а туда занебеситься, то на наших руках и на наших ногах есть области, куда выходят те или иные центры, канальчики вот этих желез. Понятно, что там и органы есть, но нас в данном случае интересуют, какие железы куда выходят. И вот здесь вот как раз отмечено, где у нас на руки выходит и на ноги выходит. Поэтому мы пойдем сначала воздействовать на наши органы, как мы дадим сигнал мозгу. Мы дадим сигнал мозгу именно через вот эти вот точки, которые выходят. На руках включим руки, потом включим ноги, а потом уже пойдем непосредственно по самим железам. Потому что мозг мы вот через руки, через ноги запустим. Иногда бывает, что некогда делать там вот этот комплекс, чтобы все органы, все железы повключать, поукреплять, повоздействовать на них. Можно просто сделать, взять карандаш. Взял я карандаш. Ну вот это круглое, да? А если был бы карандаш, то самое простое в течение дня, как только вспомнили, как воздействовать на железы, как их постоянно включать и поддерживать. Раз вспомнили, да, я не знаю, карандаш на веревочке, у меня почему-то образ такой возник. Раз такой карандаш на веревочке. Раз увидели сразу, а, ага. И вот некруглое, а граненое, чтобы было раз, и пошли. А прокручиваем, начиная с вот этих вот прям подушечек сверху, прямо у самых ногтей, да, и до вот линии, до запястья. Дальше то же самое с ногами. Ну понятно, я не знаю, палочку тоже на веревочке, если с собой носить, да? Взять, да. Тоже можно обычный. Вот самая классная штука, классный тренажер такой, это карандаш вот с гранями. Можно прокатать, и потом ногами вот так прокатать, и пошел дальше свои дела делать. Раз опять вспомнил, опять раз прокатал, ногами прокатал, и дальше пошел. А в связи с тем, что мы сейчас вот с вами еще комплекс этот сделаем, мы уже запустим некий такой процесс, а потом только надо будет подкреплять. То есть комплекс можно делать не каждый день, а вот это вот в течение дня прям нужно, 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 нужно повторять. Где-то в январе или в феврале я проводил в онлайн тренинг, и вот это вот, ну, мы как раз по железам смотрели там, и некоторые, ну, попробовали, сказали, а, ну да, все, и забыли. А кто-то, может быть, даже повесил себе, правда, карандашик, хотя я это сейчас придумал, что вот, классно, можно же карандашик повесить на веревочку и носить с собой. Так вот, и мне просто недавно, я вот посчитал январь, сколько прошло, больше полгода, наверное, прошло, да, два человека отписалось, и прям вот по пунктам, что произошло. Не делают почти что практически вот упражнения, но после практики, три недели тогда мы там занимались, и вот мы делали, делали, делали эти упражнения, а после этого они просто в течение дня, причем, говорит, вот сижу, например, там, чего-нибудь смотрю, да, там, делали, понятно, там, что-то с руками, когда делаешь, не поделаешь, опять раз, да, села на диванчик, опять там покрутил, у людей пошли конкретные, было радостно то, что не бросили, и хотя бы просто карандаш крутили, представляете, просто крутить карандаш, и это дает такой результат. Какие за молоку с вами? Она тоже хотела. Вот так далее. А, значит, вот, да, хотел сказать про кожу. Первое, на что обратили внимание, это на лоб, что изменилось, как это вот, увлажнение кожи, Лоб стал гладкий, и кожа на лице, на лбу, и вот в этих местах она написала, стала как будто на ощупь бархатистой. Про морщины ничего не написала, написала про качество именно кожи. По утрам, вот то, что я говорил, стало восприятие утра абсолютно другое. Нету вот этого зависания в таком. Прошла, да, прошла в связи вот с этим вот, то, что сейчас стало легче просыпаться, отметила то, что состояние усталости после тех дел, которые раньше делала, ушло. Да, она говорит, я вдруг заметила, что я стала забывать, что такое усталость. Ну, понятно, что она не копает там ямы какие-то, не занимается сильным физическим трудом, но на примере конкретных ситуаций... Ну, делаешь то же самое, что и делал, раньше оставалось. Да, я ей говорю, что она говорит о тех же ситуациях, которые раньше приводили ее в то, что она говорила, ладно, пойду полежу. А сейчас она говорит, я на автомате такая думаю, ну ладно, я пойду полежу. А потом думаю, ой, а что лежать? И еще такой момент, что вот когда вот это вот задействуется, вот это одна больше про физику написала, а вторая написала, что ей кажется, что она начала видеть, ну так это, чтобы не пугать, да, другие, 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 она говорит, мне кажется, я вижу другие измерения. Я спросила, это как? Она говорит, ну вот я... То есть она не видит, она перепутала ясновидение и чувство знаний. Она говорит, я встала, вот человек заходит, а я, говорит, его вижу, как ты видишь его? Типа, ну я смеюсь, говорю, как банк у огурцов, да, то есть ты раз и видишь, что там внутри человек. Она говорит, нет, он заходит, а я, говорит, вот, ну вижу, говорит, его состояние, его болезни, его какие-то. Вот именно в моменте переживания, не то, что она видит его прошлое и будущее, а именно состояние человека. А сегодняшний день? Да, да, да. Вот. Но это вот эти вот штуки, они да, так работают. Здесь, вот, на самом деле, эпизис и гипофис, они настолько не разгадывали еще два таких кадра, которые несут в себе большой-большой потенциал для нас. Но это нужно же постоянно заниматься и постоянно работать. Профессор Препроженский. А, он же тоже там катается. Гипофис. Жарик. Жарик. Вот, вот оно. Все, отнять и поделить. Он, видишь, не того выбрал. Рыбалка. Да, не того выбрал. Пес-то хороший был, а вот человек не тот попался не может. Ну вот. Так, все понятно? Вопросов нет. Поэтому, я думаю, практика эта превыше всего. Ты уже приготовилась? Правда, без спортивного костюма. Ну ладно, сейчас по ходу, тогда будем модернизировать. Так, чего у нас, сколько у нас человек. Так, что у нас человек.